Итак, ребят, так как это видео я размещу на YouTube, чтобы другие ребята, кто смотрит, понимали глубину. Для тех, кто начал с этого видео, ребят, объясняю. А сейчас дальше пойдем, нам надо с вами посмотреть, кто в школе, как работает Python вообще, чтобы вы понимали, к чему я вас хочу привести, к вашему пониманию. Итак, для тех, кто начал с YouTube, то понятно, что мы сейчас проходим функции, да, и уже очень много уроков, аж 30. Мы все рассматриваем только, пока только, пока только, иными словами, чтобы понимали, о чем речь, пока только рассматриваем параметры и вызов функции. Целых 30 уроков. То, чему уделено очень мало, там, две страницы. Значит, ребят, сразу говорю, ставьте задачу и знакомство, и сразу базовые вещи, как параметры и вызов функции, они должны быть на интуитивном уровне полностью. Все. Для тех, кто начал с этого видео, в описании перейдете по ссылке и хотите занимайтесь. Для участников школы. Ребят, смотрите. Мы с вами сейчас все подбираемся к тому, я, сейчас, сейчас, секундочку, где это, чтобы мы с вами разобрали все-таки аргументы одна звездочка, две звездочки, да, то есть что происходит. В одном случае это мы видим, что словарь, в другом случае кортеж. Мы с вами, хотя еще не знакомились, но сейчас в предыдущем видео произвели первое знакомство с типами данных. Но теперь я хочу, чтобы вы опять взглянули дальше, потому что, да, мы серьезно проходим функции, но при этом я вам даю много заданий, да, чтобы вы изучали вот эти вот новые понятия. Теперь, ребята, смотрите, важный момент, как устроен Python. Вроде бы много документации, но суть очень проста. Смотрите, на вершине всего вот этой кучи документации в Python стоит тип. Тип. То есть сначала определяется тип. Я хочу просто, сейчас мы перейдем вот конкретно вот к этому, чтобы вы понимали, как это в функции, в аргументах, да, вообще втесался класс, работа класса. Для этого надо и понимать, вот эту работу Python вообще, в принципе, есть тип. Что такое тип? Тип – это класс. Что такое класс? Это создание нечто нового. Иными словами, что сделано в Python? В Python придуман определенный класс. Ань. То есть это класс, который, в принципе, ничего не делает, а является, как бы, вот так вот выглядит класс. И дальше все действия на отличиях. Иными словами, сделали класс, назвали класс его тип. Потом решили, вот как человек пишет список в магазин, да, там записывает купить масло, молоко, рыбу. Ну, решили, давайте-ка сделаем такой тип данных, как список. Список, к примеру. Значит, если у нас есть класс тип, а что это класс, легко убедиться. Давайте посмотрим, попробуем. Мы будем дальше, во-первых, все подчиняется вот этому классу тип, да. Вот мы писали нашу функцию ранее, фан-фан, да, где, когда рассматривали первичные последовательности словари, ну, помните, да, предыдущий урок. Давайте, что мы сделаем сейчас? А посмотрим, что за тип у нашей функции, фан-фан. Мы просто-напросто берем и выводим print, print, тип и нашу функцию фан-фан. Важаем, нажимаем shift-enter, и мы видим класс-фанкшн, то есть класс-фанкшн. Таким же образом придумав тип, а что этот тип делает? Он имеет набор методов. Методов и сам основной тип, то есть вообще можно тоже проверить. Метод dir и тип. Метод dir, тип. О, и мы получили. То есть имеет набор методов, мы потом будем с ними работать дальше, да. То есть, когда, хочу сказать, на будущее говорю, человек начинает изучать ООП, объектно-ориентированный проект, он так пыхтит, понимаете. Но ведь надо же, я тоже когда-то не мог понять, вот как правильно дать. Теперь понимаю. Поэтому, вот видите, мы с функцией начали, чтобы писать сразу код. Надо начинать с типов, а потом отталкиваться. Теперь давайте посмотрим. Подумали программисты, подумали, а давайте-ка мы, вот как человек составляет список в магазин, что-то такое в компьютере сделать. И решили, ага, давай-ка мы сделаем так. Список, назовем мы лист, класс-лист. То есть, от типа взяли и написали класс-лист. И начали описывать обозначения. Сначала синтаксис, это будут квадратные скобки. Дальше пошли операции. И мы с вами тоже это можем посмотреть. Например, мы с вами только что записывали. Вот мы с вами последовательности, только в кавычках. Я сказал, что вот эти слова нам применять нельзя. Лист, стринг как название, потому что они зарезервированы. Поэтому вот давайте его скопируем и вставим сюда. Сейчас поймете. Это важно понять. Это не надо учить. Это просто один раз понять на всю жизнь. Вот тут добавим лист 2, стринг 2, тайпл 2, дикт от, не от разговора, а диктенриц. Как там правильно произносится? В общем, от словари. Дикт, то есть словарь, ключ, значение, не от разговора, а от слова словари. Дикт 2. Вот это нам сейчас выдаст ошибку. Поэтому заключим строки пока, как строки. Shift-Enter. И теперь давайте возьмем тот же список, который мы сейчас рассматриваем. Хотя нам просто список проще. Нам надо кортеж сейчас будет. И выведем. Print. Тип. Показать тип. Показать тип. Чего? Лист 2. Ой. Shift-Enter. Класс. Лист. Иными словами, что сделали? Тип это класс. Так как в Python все объекты, то есть классы. Да? И создали класс. Класс. Лист. И начали описывать его. Да? Что он может делать. При этом нам, как пользователям, это, по сути дела, не надо знать. Но я хочу, чтобы вы знали, потому что, допустим, когда Сергею Осадчему я открыл на тип глаза и показал, что в Django, вот, ребята, да, создавали свои типы. Когда надо работать с базами данных. Они не умещаются там ни в кортеже, нигде. Потому что разные базы данных, они взяли, создали тип свой. И так Django смогла работать с разными базами данных. Нам надо для общего понимания, как работает Python. Чтобы не смотреть на эту документацию бычьими глазами. Определили. Все описали в аннотациях, которые называются PIP, да, PIP в Python. И определили. Это будет список. Дальше поехали описывать методы. То есть, как мы в предыдущем видео рассматривали. Представьте список. А, это мы рассматривали последовательность. Ну, тот же самый список в магазин. Взяли, возьмите бумажку, напишите купить колбасу, мясо, хлеб. И подумайте, что мы можем сделать со списком. Можем добавить, добавить, допустим, купить минералки. Можем вычеркнуть. Можем взять, переписать в компьютере, объединить два списка. Можем посчитать, да, пронумеровать там первый, второй, третий. То есть, по сути дела, все это записали, да, в этом типе. И все начало подчиняться. При этом нам, как пользователям, достаточно просто взять абсолютно любую переменную. Переменные мы с вами изучали. Абсолютно любую переменную. Например, как мы делали сейчас лист 3. При своем значении поставить квадратные скобки. Все. Уже Python определил, что мы создали тип данных список. И мы можем легко посмотреть, а что за методы доступны. Сейчас они нам, конечно, не нужны. Но мы можем ввести dir list 3. И мы видим, что Python нам выдает, что данный тип данных, наш список, может работать с определенной, с большой кучей методов. Мы даже можем прямо сейчас посмотреть. Это будет интереснее с нашей функцией, конечно, посмотреть. Тут мы ничего не писали. Ну, возьмем нашу функцию fan-fan, которую мы раньше делали. dir fan-fan. Выведем и смотрим. Все это позже будем. Вот у нас есть DOS. Док. Да? Док. Давайте посмотрим. FAN-DOK. Так. Чего-то не так сделал. А. Все правильно. FAN-FAN. И мы видим, нам вывело что? То, что у нас написано в документировании. То есть, вывело нашу документацию. По сути дела, при помощи этого метода мы можем автоматизировать и, допустим, собрать документацию проекта. То есть, по сути дела, поняли. Иными словами, все банально просто. Создали тип, который, в принципе, ничего не делает. То есть, имеет методы. Знает, что это объект сама себе. И имеет кучу методов для работы. Дальше начали просто придумывать. Вот каждый же день мы составляем какие-то списки. И подумали, а что бы не сделать список. И все. Назвали класс лист. И это мы можем. И добавили туда методов. Добавление, удаление. Все. Все банально просто. Поэтому, по сути дела, Python устроен очень просто. Очень просто. И так же создали остальные все типы данных. Давайте мы их опять скопируем. Чтобы тут было уже, у вас это все осталось. Пусть это будет list3, strings3, typ3 и dict3. Нажмем shift-enter. И давайте проверим. Проверить очень просто. Вывести лист. List3. Только перед ним поставить, узнать его тип. Shift-enter. Что-то не так написал. Уже вижу. Класс лист. Ну, то есть, у нас список. Как я и говорил. Дальше мы можем проверить все остальные типы. И они будут соответствовать нашим ожиданиям. Здесь у нас будет, лист у нас уже есть. Здесь у нас будет strings3. Здесь у нас будет typo, cartage. И здесь у нас будет словарь. shift-enter. Мы видим класс str, класс typo, класс dict. То есть, поняли теперь. Потому что нам сейчас придется работать, понять звездочка и две звездочки. И чтобы мы немножко хоть понимали вот эту структуру, что в функциях тоже идет работа класса. Мы сейчас это все подробно разберем. И разберем вот этот пример. То есть, теперь смотрите, как грамотно сделано в Python. Например, вот идет переменный a, b, c, d, e, f. Мы с вами сейчас проделаем даже, да? Только я, чтобы не терять время. Чтобы вы поняли, насколько он мощный. Просто их скопирую. Так, где они? Так, надо мне вот сюда ее перемести. Так. 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 Так, теперь мы это запустим. А теперь напишем строку. Смотрите. А, Б, С, Д. Разные записи. Но при этом мы проверяем. А равно Б, Б равно С, С равно Д. То есть записаны по-разному, но равнозначны. Правда ли это? Да, нам выдает. Это истина. Действительно, все эти выражения, они однозначны. А зачем это понимать? Ну, во-первых, вы сразу вот эти шесть выражений себе написали, да? И вы уже четко понимаете, как вы сможете записать словарь. В жизни мы записываем обычно так. Берем, пишем некую переменную, присваиваем ей значение словаря. И дальше уже в коде добавляем, удаляем. По сути дела, это вот этот вариант, где идет просто ключ и значение. Но на самом деле, то работать можно совершенно разными вещами. Так вот, если мы видим здесь дикт-зип, то есть, если мы сейчас посмотрим, ребят, кто только начал с этого видео, оно вряд ли будет понятно, потому что мы 26 уроков прошли. Поэтому рассказываю только для участников школы, кто прошел уроки. Поэтому, когда мы с вами сейчас смотрим на тот же Кейвурс, то есть, две звездочки, в данном случае здесь четко описано. Идет работа словаря. И эта работа заключается в очень простом, чтобы просто понимали механизм, распаковка. То есть, вот вроде бы, а, вот что мы сделаем, сейчас, чтобы вы еще поняли важнее. Чтобы вы поняли, еще раз нажмем Shift-Enter и добавим одну ячейку. Введем лист D, как в документации. Shift-Enter и смотрите. Мы получаем ключи. One, two, three. Вот они, ключ. Раз, два, три. Давайте-ка мы подумаем, а мы не верим. Давайте-ка мы еще, нам надо все-таки убедиться, мы фамы не верующие. А вот здесь, C. Эх, вот тут будет лист. C. Опять то же самое. То есть, опять мы получили ключи. Хотя выражение записано совсем по-другому. По сути дела, здесь идет ZIP-распаковка, да, чтобы быстро все работало. ZIP. И получается ключи, значения. Но если мы видим, тут уже есть списки, да, есть список даже. Но при этом это работает со словарем. Так вот, то же самое, по сути дела, здесь и происходит. Вот эти две звездочки. Это не надо заучивать. Это просто надо тупо понимать. Чтоб вы понимали, что это звездочки не магия, а есть определенное выражение. И поэтому механизм этот работает очень просто. По сути дела, когда мы на лету указываем любые аргументы, которые передаются, любые аргументы, которые передаются, на лету, на лету. Где это начало? Ну, давайте, чтобы было понятнее, вот так сделаем. Возьмем нашу функцию. Я говорю, заучивать не надо. Это один раз. Понять просто для себя, что происходит. Чтобы понимать, откуда ноги вообще растут. Так, ну, немножко, наверное, не такая нам надо сейчас функция. Ставим одну звездочку мы потом. Здесь поставим две звездочки и кваркс. Сейчас фан 2, чтобы не путалось с той функцией. Вот возьмем функцию, назовем его фан 2, и уже мы рассматриваем арк и кваркс. Когда нам надо и большое количество позиционных параметров, большое количество, то есть аргументов, большое количество, мы не знаем, какое, именованных аргументов. И вот мы с вами писали. А присвоить значение строке. Б присвоить значение, у нас получается, словарь, там с ключом и с значением. Дальше. С присвоили список. Так, пустой, и D, кортеж. И вывести, вернуть, A, B, C, D. Давайте мы... Так, стоп. Shift, Enter. И вызовем. FAN 2. Уже вижу, сейчас будет ошибка. Ну, я все равно вызову. Так. Нам окей. Мы еще не изучали, поэтому давайте пока определим, как строки. Это подробнее позже будем изучать. Нам сейчас надо понять только механизм. Пусть это останется вам. А я здесь перепишу. Это у нас будет FAN 3. FAN 3. И вызовем ее. Ключ значения определены, как строки. Напишем себе пояснение. Вызовем ее. FAN 3. Shift, Enter. И получили, да? Получили. То, что написали, то и получили. То есть, вывело нам пустую строку. Вывело наш словарь. Вывело наш пустой список и наш пустой кортеж. Иными словами, все собралось. Мы вводили. То есть, смотрите. Мы вводили A, B, C, D. Вот то, что здесь и происходило, ребят. Мы вводили A, B, C, D. Когда ключи нам выводило. Помните? Давайте ключи выводило. А потом функция вверху у себя собрала. То есть, смотрите. Получилось так, что это уже, по сути дела, работа списков. Ключи распаковали к значениям. Вот так и передалось. Ну, банально просто, если понимать, да? То есть, это произошло внутри. Я не говорю, что это надо учить. Я просто говорю, что это надо понимать, как это происходит. Чтоб для вас не было это каким-то неизвестно чем. И еще архиважно. Дальше мы заостримся уже на Arx. Я специально оставил. Хотя мы изучали. Но я говорю еще. Чтобы у вас ассоциировалось это все-таки с for, с пересчетом, с итерациями. Здесь мы поняли. И теперь поняли, в принципе, устройство Python. Таким же образом, таким же макаром, по сути дела, создали словарь. И добавлены методы. И так далее. И когда мы будем, допустим, уже проходить ООП и проходить магические методы, мы будем отталкиваться не смотреть бычьими глазами на само ООП, а будем отталкиваться от типа, да? Чтобы, по сути дела, не работать слепую, а вместе с типом, начиная работать с типой, при помощи определенных методов ДИР, ДОС, то есть видеть, что доступно. Нам остается только понять, что делают те или иные магические методы. И, в принципе, у нас ООП тоже в кармане. И осознанное. Я сейчас от вас добиваю, чтобы вы понимали весь процесс. Не надо, потому что есть большое множество программистов, я ни в коем случае не осуждаю их за это, которые, допустим, вы ставили две звездочки, вот оно каким-то образом происходит. Но ведь, ребята, согласитесь, мы сейчас всего лишь посмотрели один пример. Но уже, проходя словари, выписав всего шесть строк, вы уже будете, вам этих шесть строк, да, шесть разных позиций, да, как можно работать с словарем. Так вам на всю жизнь хватит. И получается, когда вы будете работать с словарем, вы можете его записывать вот аж разными способами, в зависимости от ситуации. Так это же надо знать. Понимаете? И при этом у вас будет, вы будете четко понимать, что все эти записи равнозначны. Но в данном случае мы пользовались, вот не мы, а Python пользовался, когда мы функции указали Quarks и начали перечислять именованные аргументы, которые передавались Quarks, то Quarks для нас, что сделал? Распаковал. Распаковал. Иными словами, тупо взял ключи, распаковал к значениям. То есть, то, что произошло. И мы четко понимаем, что вот это произошло сейчас в самой функции. Что нам это дает? Нам это дает уверенное понятие и вывод, что когда количество аргументов, которые мы будем передавать, мы не знаем. Ну, например, пишем программу, там, турпоход, и понимаем, что вот мы написали, а завтра у нас придет в голову еще какая-нибудь мысль. И тогда мы указываем Quarks и пишем, можем дописывать программу, в принципе, не ломая логики, а просто добавляя, да? Не надо нам добавлять какие-то новые и рассчитывать там обязательные, необязательные, тупо поставили. Это когда мы развиваем продукт. Когда у нас есть четкое понимание, какие элементы есть в программе, тогда, конечно, мы указываем четко, вот как в Django. Первый у нас идет там Request. Или когда мы прописывали класс, да, первый, вот смотрели, зачем мы изучаем функции с вами совсем недавно, и написали там класс. И тут тоже все четко определено, что первый аргумент идет в сель, чтобы определить место, выделить ссылку, то есть выделить место, определить ссылку, и так далее, и так далее. И заметьте, это 30-й урок, мы все копаемся в параметрах. Но, что я от вас прошу? Ребята, опять участники школы, это урок, да, мы с вами проходим все сознательно, но, ребят, 500 строк кода. В школе никто никого не контролирует. Здесь 7 местах. Кто-то пришел, тому интересно, написал там, и радуется человек, что вот первый код написал, но работает. Кто-то приходит для себя что-то сделать. Но если у вас цель стать профессионалом, 500 строк кода в день, 15 тысяч в месяц. Поэтому, не забывая для этих ребят, что есть, я не зря делал раздел, привычки. То есть, вот мы с вами сейчас эти привычки, примерно демонстрируя, работа не только с своим кодом, а работа с документацией, потому что основное, ведь чем отличается хороший программист от обычного, да, хороший программист умеет работать с документацией. По сути дела, в первую очередь, я знал, где искать. Вы, все запоминать не надо. Вот мы с вами сейчас один раз прошли, вы на всю жизнь запомнили, что там была распаковка, в принципе, я понимаю, как работает Quarks. Дальше, вы себе там сделали пометочку, сейчас уже, это тоже в привычках, да, написали в Mark Daven там, ага, если не написали, то, ой-ой-ой, это плохо, ага, буду работать с словарями, вот это все себе запомнить. И проработали, да, сегодня мы работаем. То есть, потом вы уже после урока, правильно я говорю, пошли, поискали, примеры в интернет, поделали, еще полчасика, и так у вас набралось 500 строк кода, вы молодцы, подходите к кровати, уже четко у вас в голове стоит картинка параметры, вы просто уже вас, допустим, жена спрашивает, ты за мясом сходил? А какой это параметр? Она говорит, ты чего? А, все, 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 я вышел из языка. Примерно так должно быть, только так, ребята. Хотите стать профессионалом, 500 строк кода в день. А в привычках я рассказал, я с вами сейчас все это прохожу, да, подробно мы проходим. И вот смотрите, по сути дела, пришлось несколько уроков написать нам, еще, чтобы добраться, добраться, до вот этой функции, да, наконец-то рассмотреть. Следующим уроком рассмотрим саму функцию, и нам останется с позиционных, то есть с параметров всего лишь рассмотреть новшества, которые введены в Python 3.8, поэтому я и просил, что установите не ниже 3.8, потому что это уже будет дальше работать, особенности. И все. Вот это я говорю, вот это я говорю, когда мы прошли, пройдем примерно, сейчас у нас 27, то есть 30, этот урок 31, ну еще там уроков 7, 40 уроков, и в 40 уроках мы с вами всего лишь рассматривали, по сути дела, параметры и вызов функции, вот это я говорю, мы кое-что знаем. Да, не все. Но вот это точно тогда у вас, если вы доработаете, как я сказал, по привычкам, да, по 500 строк кода, то взглянув на любую функцию, вы будете моментально определять, что возвращает, что принимает, и, извините меня, но я не хочу видеть, чтобы у участников школы было примерно так. Это позор, ребята, если участник школы вводит, типа, такие вот, def.fan4, пишем там обязательный параметр, и вводит, допустим, вызывает функцию, fan4, это уже дополнительно, я скажу, вызывает. Вот таких вещей у участников школы мы все в курсе прошли, не должно быть. А если еще участник школы берет что, и вводит в поисковик, а что ж это такое? Ребята, это недопустимо. Это говорит о том, что человек проскочил в функции. Да, эта ошибка, это исключение может возникать в каком случае? В одном. Когда вы просто писали код, на что-то отвлеклись, и просто, ну, грубо говоря, как говорится, тупанули, да, и вы четко понимаете, что ее можно быстро исправить, да, то есть уже исправили, сразу на лету. поэтому делайте, как я говорил. Рассмотрели, знаем, написали, четко понимаем, что это позиционный, обязательный, то есть это должно всплывать автоматически. Для этого надо писать много кода. Мы четко должны понимать, а какое исключение мы получим, если мы не введем обязательный аргумент, не передадим, да, вы должны это знать, и мы с вами это много раз прописывали, и мы должны четко знать, уже знать сами, что это будет. Вот это я называю немножко, немножко, да, знать язык более профессионально. Поэтому оставьте, пожалуйста, участники школы, вот это этап знакомства, этап на потом, это неправильно. ребята, за 40 уроков мы с вами рассмотрели параметры, да, это называется база, то есть понимание работы функции, то есть это и есть база. База должна сейчас прямо отлетать, сейчас прямо читаться интуитивно, сейчас прямо пониматься. хорошо, вы спросите, а если не будет? Ну, конечно, я только что вам показывал ошибки, которые задают вопросы, да, вот эти, да, например. Тогда вы будете получать ошибки и сидеть, думать над тем, что делать, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на самой функции. Хорошо, дальше будем писать классы, дальше будем писать тело функций, вместо того, чтобы считывать все вот это моментально и сосредоточиться на логике, вы будете сидеть, голову чесать, а что это у меня там написано, а что оно делает, опять чего-то там искать в интернет, вместо того, чтобы просто проскинуть мозгами и подумать, так, я вобью сюда обязательные, там, именованные параметры, вызову я так, значит, мне это надо, то надо, то есть, к чему я это говорю, работа функций это база, а база есть два положения, неуд и отлично, промежуточных, я знаю, функции там, как работают на тройку, нету такого, здесь есть либо неуд, либо отлично, вот я вам говорю, а попробуйте, попробуйте применить все рекомендации школы и попробуйте сделать на отлично, иными словами, что значит на отлично, а это то, что мы ранее говорили, если, я уже в мозгах могу прикрутить, что, если я вбил обязательный параметр, у меня всплыло, что это позиционный обязательный параметр, при передаче функции аргумента, я должен его обязательно передать, если я его не передаю, я получаю исключение, в зависимости от количества, если будет там, допустим, ДР2, то я получу какое исключение, правильно, отсутствует два обязательных аргумента, самая частая ошибка в джанго, это обычно какая, это я так понимаю, из тех людей, которые спрашивают, а надо ли пайтон изучать, чтобы изучать джанго, может и не надо, но тогда времени будет не на программирование потрачена куча, а на поиск ошибок, которые, в принципе, яйца выеденного не стоят, а я вам говорю, база работы функций должна отлетать от зубов, и бытно отлично, вот эти уроки, они исчерпывающие, плюс привычки, плюс 15 тысяч срок кода за месяц, и вам функции на всю жизнь, дальше язык становится совершенно неважным, вы просто смотрите в Котлин, там проще любой язык со статической типизацией, там все очень четко, там нет вариантов, это тут есть варианты, в том же GSC тоже просто, потому что там задачи другие, это питон предназначен для написания того же искусственного интеллекта, то есть сложных вещей, поэтому тут немножко так посложнее, и все, и все работает, и поэтому вы тогда сосредотачиваетесь на логике программы, если это не пройдено, то в принципе потратите зря время, рекомендую, ребят, получится, поверьте мне, получится у всех, прошли уроки, и постарайтесь поработать по привычкам, обязательно получится, вы будете рады сами себе, вот это я называю, когда язык прет из вас, то есть, по сути дела, вы легко понимаете, что у вас, где записано, как вызывается, все это у вас уже даже в мозгах всплывает, и, если вы уже, говорю, допустили какое-то исключение, то вы четко понимаете, где его подправить, вот дальше можно переходить уже к логике, вот тогда это программирование, а до этого это, знаете, одно мучение, а я хочу, чтобы вы стали профессионалами, попробуйте, это получится, обязательно получится, потому что таких исчерпывающих уроков нету, а я, действительно, вот, моя жена скажет, никогда, раньше не видел, чтобы ты по неделе готовился, правда, Света? Да, Да, поэтому я просто очень серьезно к этому готовлюсь. Все, ребята, spb-tut.ru в описании видео все найдете. Спасибо.